Всем привет! Вы меня очень часто просите делиться с вами какими-то секретиками именно турчанок, женщин в Турции, какими-то секретиками в плане общения с мужчинами, введения бытового хозяйства, вообще общения, потому что женщины, конечно, отличаются менталитетом, культурой от нас. Мы немножко разные с ними, но очень много, конечно же, всего схожего, потому что проблемы, желания, потребности у людей во всем мире, мне кажется, абсолютно одинаковые. И вот сегодня я хочу снять видео и рассказать вам маленькие тонкости поведения, как турчанки удерживают мужчин, как они себя с ними ведут. Но вначале немножко полезной рекламы. Уважаемые девочки, Светлана Никитичук, самый, мне кажется, душевный нутрициолог Ютьюба, хочет подарить вам целую неделю своего авторского курса «Ешь, учись и худей». Она проводит марафон по правильному питанию, похудению. Вы научитесь составлять любые программы питания, как профессиональный диетолог. И самое главное, из ваших любимых продуктов. Вам всего лишь нужно подписаться, я ссылочку оставлю в инфобоксе и написать ей на WhatsApp одно слово «хочу». То есть это будет показателем вашего желания того, что вы участвуете в марафоне ее, хотите похудеть, правильно питаться, и она вам дарит неделю абсолютно бесплатной своего курса. Только представьте, Света весь свой 18-летний опыт по сбалансированному питанию вложила в 5-недельный курс. И уже более 5000 девушек по всему миру воспользовались этой четкой инструкцией. Они пишут свои отзывы ей, вы можете это увидеть все на ее YouTube-канале, я ссылку оставлю в ее Инстаграме. Я просто хочу вам сказать, что не опускайте руки, даже если вы еще задаетесь вопросами, как я не ем после 6-ти, а почему я набираю вес, или я много тренируюсь, а вес стоит на месте, или я перебрала много диет, но все, потом возвращаются все мои потерянные килограммы, или я не могу перейти на частое сбалансированное питание правильное, потому что у меня периодически срывы бывают в питании. Уже на первой бесплатной неделе Светлана вам ответит на эти вопросы, и чтобы уделить внимание всем желающим, количество мест, конечно же, будет ограничено. И эта акция по вот этой предварительной записи, когда вы напишите свое слово «хочу» в WhatsApp, она действует в течение недели, поэтому, пожалуйста, я оставлю ссылку, успейте. Кто хочет поучаствовать, конечно, написать ей сообщение в WhatsApp и принять участие. Ну и, господи, никаких затрат, абсолютно неделя бесплатная, консультации по питанию, нутрициолога, мне кажется, это очень классно любой женщине. И даже если вы на правильном питании, следите за своим здоровьем, лишней информации, знаний никогда не бывает. Просто почерпнете что-то для себя новое, интересное, и, может быть, это вам заложит какие-то интересные мысли в голову и настроит вас в правильном направлении в плане здорового образа жизни и питания. Еще, кстати, хочу отметить, что вот у себя на YouTube-канале Света делает разбор, отвечает на вопросы в видео своих, и там задета тема, почему я не худею, собственно, в чем вообще проблема этого, там разбирают вот эти аспекты. Это очень полезная информация, просто посмотрите хотя бы ее блог для себя, и я думаю, что какие-то знания вы для себя подчеркнете. Так что ссылочку на Светин канал и на Instagram я оставляю под видео. Хочу, чтобы вы поучаствовали в этом марафоне, это абсолютно первая неделя, абсолютно бесплатная, и куча полезной информации, то есть минимум каких-то затрат энергетических, но при этом огромный выхлоп будет. Я надеюсь, что это просто послужит вам стимулом для того, чтобы вы изменили свою жизнь, начиная просто хотя бы с питания. Я думаю, что в разных странах у женщин подобное поведение есть, но здесь это больше вопрос воспитания и культуры, которую они видят от мам, от бабушек. Я опять же скажу, что это в основном, я не говорю, что все вот так поступают, есть исключения из правил, которые правило как правило, правило как правило, интересно звучит, подтверждаю. Умные, восточные, мудрые, скажем так, недоступные, вот этот аура недоступности, налет только недоступности восточных женщин, очень часто мне в комментариях такое девочки пишут, вы очень быстро переходите в общение, многое мужчина позволяет, вот турчанка бы так не сделала, это правда. Есть турчанки, которые годами, там, мусоли своих женихов, очень часто здесь годами встречаются. Ну, бывает там быстро познакомились, помолвка, не помолвка, поженились в течение года, но 2-3-4 года отношений, это здесь нормально, никто не скажет, о, отношения себя изжили, куда вы тянете, почему? Потому что все очень медленно в отношениях развивается. Они могут ходить гулять за ручку долго, потом они все-таки, она позволит поцеловать себя в щечку и так далее. Ну, это относительно воспитания в семье правильного, да, может быть, какой-то аспект религиозности у девушки может быть. В продвинутых городах, ну, вот я живу в Стамбуле, такие девочки есть, но также есть девушки, которые очень такие модные, современные, они очень быстро переходят в отношениях и, скажем так, они быстрее идут на контакты, на сближение с мужчиной. Но, когда вы говорите, ой, восточная женщина очень далеко держит мужчину, она недоступная, мужчина должен за нее воевать, добиваться, этом доля правда есть. Турецкая женщина, вот первый упомстик, обставит все так, она, мужчина будет думать, что он все сделал сам. На самом деле все флирт, какие-то шаги, какие-то предпосылки для каких-то действий, это все от женщины зависит. По сути, женщина здесь в отношениях руководит и позволяет мужчине что-то делать в отношении себя, намекает каким-то правильным образом, делает так, подставляет события, что он купил тот подарок, который она захотела, или он там ей сделал предложение. То есть, на самом деле, в отношениях первые шаги какие-то, флирты, все прочее делает женщина, но мужчина уверен, что это делает он. То есть, у мужчин остается, нет вот этого ощущения, что женщина взяла все в свои руки, контролирует и направляет, она является такой мамкой в отношениях, она это делает так тонко, вот этому нужно учиться в турчанах, что турецкий мужчина думает, что он мужик. Вот эта самость их, она у них такая, у мужиков, да. Но на самом деле, если разобрать, все это делает женщина. И мне вообще образ складывается, что очень многие женщины в Турции, они как танк, они просто прут и сминают все на своем пути в хорошем смысле, потому что это для себя делается. Если какой-то отказ в отношениях или еще в чем-то, она кивает, да, ты мужчина, ты принял решение, да, 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 но она тут же разворачивается и продолжает, например, делать по-своему, либо гнуть свою линию дальше, она соглашается кивать, то есть ты с ней не можешь вступить, мужчина не может вступить в конфликт, и сказать, ты мне противоречишь, или я же вот так сказала, почему так не делаешь. Она кивает вот так, знаете, как собачка на бардачке, да, 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 говорит, да, ты прав, да, вот мы сделаем так, как ты хочешь, делай все всегда по-своему. И в отношениях, если мужчина отказал, есть такие девушки, вот вроде бы, да, гордая, такая вся, типа недоступная, но это образ определенный. Вот по факту, на самом деле, здесь много девчонок, которые убиваются по парням, они потом их надоедают, преследуют, у него может появиться другая девушка, она типа, я хочу быть с тобой друзьями, подружка, или, ой, да я подружка с университета, и все такое прочее, то есть пытается оставлять за собой вот эту дверь приоткрытой, чтобы снова попасть в эти отношения, или все-таки, а может быть, пройдет какое-то количество времени. Обратите внимание у ваших мужчин, чтобы вот эти подружки с институтов, не просто которых, ну, мы пытались с ней отношения, у нас не получилось ли. Ой, да она за мной ухаживала, точнее она меня хотела, как бы, чтобы я с ней вступила в отношения, и у нас ничего не получилось, да просто так в френдлисте она болтается. Для него она просто так болтается, а для себя она не просто так болтается, она оставила дверь приоткрытую, может быть, когда-то она сможет это все еще возобновить. Имейте, девочки, себе это на чеку. Потому что если турчанка затихла, и просто такая подружка, которой когда-то что-то не получилось, либо могли быть отношения, ну, как-то не, короче, когда была какая-то симпатия, как мужчины и женщины, это нежелательная подруга в листе вашего мужчины, потому что настанет день, когда она подставит свое дружественное плечо ему поплакать, когда у вас будут какие-то проблемы, которая будет действительно спрашивать, да-да-да, помогать ему, поддерживать, быть таким товарищем боевым. На самом деле у нее другие цели, она хочет быть вот такой правильной, гладкой, так как вот в предыдущем пункте я сказала, ну, когда-то ситуацию, она будет ждать годами, но она найдет такую ситуацию удобную для себя, чтобы поставить свое плечо и перевернуть ситуацию, чтобы быть в выигрышной позиции, показать себя с лучшей стороны и снова расположить к себе мужчину. Еще не гнушаются с манипуляциями, здоровьем, если с мужчиной какие-то проблемы, как удержать, да, с своими, либо с близкими. У нас можно сказать, ой, ну, постыдно врать там про здоровье, что вот это грешно, вдруг ты реально заболеешь или еще что-то. Очень часто такое наврать, ой, я болею, там, или расстаемся, я смертельно больна, ну, это в кавычках, ну, в принципе, да, или ой, я не могу, там, какие-то проблемы, в общем, когда начинаются, в общем, не зазорно, может быть, солгать, сказать, что там, не можешь куда-то прийти, или какие-то проблемы в отношениях, что-то ты там не можешь, причина, я болею, или болеет мой какой-то ближний родственник, у меня больная мама или еще что-то. И когда, если это какие-то подковерные игры семейные идут, там, помолвка срывается, еще что-то, в плане манипуляции мужчины, родители даже, ну, это не все так делают, да, правильно, это будет от уровня морали какой-то, нравственности людей зависит, но есть такие случаи, вот я, по крайней мере, встречала, когда, ну, родители, мама, например, может подключиться к этой игре, соврать, что она действительно там болеет, она была в больнице, или лежала в больнице, или что-то такое, жалость какую-то пробить, манипуляция, чтобы была, ой, пожалей, а у мамы проблемы с сердцем, а давай мы ей не будем говорить, что мы расстаемся, а еще, типа, продлим отношения, вот такое. Да, это выглядит, ну, глупо, с одной стороны, нельзя тянуть то, чего нет, как бы выжимать с пальца отношения, если нет у человека чувств, эмоций. Но, с другой точки зрения, я могу сказать, что это, ну, какая-то отчаянность, да, у нас у всех это бывает, это эмоции, когда человек не мозгами, скажем так, анализирует, что происходит, а поддается эмоциям и готов хвататься, держаться до последнего. Вот ручонки, они очень цепкие, это как кошки, которые хватаются за отношения, за мужчин. Если это лакомый кусочек, хороший такой перспективный мужчина, она его фиг отпустит. И тогда уже нет никакой вот этой восточной гордости, может быть, отчасти высокомерия или еще чего-то. Она будет идти до последнего, на всякие уловки идти, для того, чтобы мужчина возле нее был. Эта женщина в войне, вот воевать с турчанкой, это страшно. За мужчину, например, есть такие женщины, которые с женатыми, либо какие-то в отношениях мужчинами встречают, я вообще сразу говорю, что это не одобряю, это неправильно. Но, когда идет вот эта война за мужчину, будьте готовы, что турчанка будет рвать, метать, подключать все самые страшные, мне кажется, аморальные, возможно, методы борьбы, но она будет держаться до последнего за собой. Это такой стойкий боец. С точки зрения морали, этики какой-то, возможно, это неправильно. С точки зрения психологии, это неуважение себя. Но с точки зрения духа и человечности, женщины, я хочу сказать, что очень-очень сильные, умные и мудрые женщины. И они в своей войне опасны. Также часто бывает, у меня очень много писали на эту тему, я видео даже снимала, письма девчонке, когда, вот опять же, к предыдущему панк-пункту, если вернуться, вот в листе болталась в контактах каких-то, я не знаю, в фейсбуке или еще где-то какая-то знакомая старая, которой ничего типа не было, но она может думала, что у них что-то было, либо вам мужчина ваш не договаривает, а что-то с ней, скорее всего, было. Скорее всего, мужчина не договаривает, чтобы вы нервы свои не тратили. Такая женщина напоминает о себе. Они очень любят напоминать о себе спустя какой-то период долгий времени, годами. Вот они либо могут быть типа подружкой, дружески общаться, либо вообще их нет, и в один момент она, опа, у нее что-то осенило, лампочка вы на голову загорелась, и она вернулась и говорит, ой, привет, я напоминаюсь, о, у тебя в отношениях, о, классно, я там, например, тоже в отношениях. Они могут быть в отношениях, но при этом напоминать о себе. Может быть, у них в отношениях все не так хорошо и просто, поэтому они напоминают о себе и ищут, может быть, какой-то другой вариант, какой-то плацдарм для себя. Но вот с таким намеком, да, что не просто так девочки обращаются, которые получают на себя внимание, они периодически появляются. Так что это все к тому же под пункт, если вернутся, то я советую обращать внимание вот на такие мертвые души, их назовем, в списке телефона, ватсапа, социальных сетей, инстаграм или еще где-то, они не просто так. Вот я считаю так, если никого нет, человек не нужен, то его и нет в списке, никого нет. Чтобы никого не провоцировать, если у вас, особенно, турецкий мужчина ревнивый, вы ему тем же макаром на него давите. Я ревную, ничего там постыдного нет. Он вас может ревновать, какие-то претензии вам предъявлять, но и вы в таком случае ему тоже об этом говорите. И так, дорогой, раз она себя не важна, удаляй. То есть то же, что он с вас спрашивает, вы можете с него спросить и удалить кого-то там из какого-то френдлиста, ну просто в будущем для вашей безопасности. А каким бы паршивым, подонком, негодяем и как-то не очень шито-гладко идут отношения, мужчиной бы не было у нее, у турчанки мужчина, она не будет говорить то, что он плохой, подонок там и так далее. То есть в отношениях, я имею в виду, когда, ну определенные грани еще существуют, он всегда будет думать, что он самый лучший, самый верный, самый честный, самый, там, не знаю, красивый, он самый заботливый, самый хороший. Когда турчанка хочет к себе расположить, это часть их воспитания и культуры, это какая-то мне двуличность, для нас просто это непонятно, это не часть нашего воспитания и культуры. У них, в принципе, да, вот этот смолтолк, и приятно говорить какие-то хорошие вещи по сторонам людям, которых ты даже не знаешь, комплименты делать, а уж своего мужчину, чтобы его расположить, чтобы получить какой-то подарок, чтобы, в общем, быть на хорошей волне с ним, чтобы он к себе хорошо относился, они очень хорошо, красиво льют воду в уши, мёд просто, их слова это мёд, и они прям задабривают, очень красиво говорят. То есть мужчина никогда, если турчанке что-то от него надо, если она хочет, чтобы он был с ней хорошо расположен, как бы часть такого флирта и отношений, она будет говорить, что он будет уверен, вот так скажем, благодаря её словам, он будет уверен, что он самый лучший на всём белом свете, он самый мужик-мужик, лучше у него никого не бывает. Но, естественно, если у них уже отношения в плохие, это супружеские отношения, которые идут на спад, конфликты финансовые, семейные, недопонимание, нет какой-то помощи с детьми или ещё что-то такое, конфликты родственные какие-то с родителями, то турчанка говорит всё как есть, конфликты ругаются, тогда да, она высказывает то, что ты там, не знаю, не зарабатываешь денег или ещё что-то, но даже есть такие женщины, которые до конца, даже если у них большие проблемы в отношениях, когда уже надо бы сказать мужчине, что «Эй, чувак, ты что-то делаешь не так, мне что-то не нравится», они могут всё равно очень намекать на это, но впрямую не говорить, дабы у мужчины вот ощущение вот этого султанства было, чтобы он чувствовал себя лучше, что он идеальный, что он единственный. Вот эти ощущения мужчине нужны. Но это не с... Это льстиво, красиво, но очень грамотно и точно говорится, а не просто так, там, ты самый лучший, траляля, но в это мало кто поверит. То есть такие ситуации тонкие, в отношениях это только чувствуется, да, то есть вы можете взять на заметочку для себя, иметь это в виду, так что я думаю, надеюсь, по крайней мере, что это видео было для вас полезным. Пишите свои комментарии, может у вас какие-то есть уловки, как вы удерживаете мужчин, или как вы смогли наладить свои отношения с турецким мужчиной, может быть что-то похожее с этим пересекается, я буду ждать ваши комментарии. Спасибо за внимание, всем пока.